Это база одного из самых крупных торговых объединений на магнитке акционерного общества «Универмаг». Во-первых, обратите внимание на эти полупустые полки, что говорит или о неумении закупить товар для своих магазинов, а их универмаге 8, или напротив, о том, что товар не залеживается, а находится в постоянном движении. Судя по хорошему обороту денежных средств, с умением работать на торговых ярмарках у этих людей все в порядке. Во-вторых, а это главная тема нашего сюжета, посмотрите внимательно в действия этих людей. На каждое изделие, которое затем вам предложат купить в магазине, наносится код. Тем, кто делал покупки в заграничных супермаркетах, объяснять ничего не нужно. А вот большинству из нас, кто не выезжал за пределы отчизны, думается необходимые комментарии. В 1995 году совместно с фирмой «Сандмарет», английская фирма, мы приобрели программу «Ритал-менеджер». Что дает эта программа и для чего она нам была нужна? Ну, в принципе, универмаг – это не единое здание. В состав универмага входит 8 магазинов, ассортимент самый разнообразный. И на каком-то этапе мы стали испытывать трудности в охвате товара, в учете этого товара. Сложно стало закупать нужный именно для покупателя товар. Невозможно уследить за отсутствием ассортимента, за движением товара. Мы поставили для себя цель разобраться, какие же товары нам на сегодня приносят большую прибыль, больший доход. Начинали мы совместно с банком, потому что они нам оказали помощь и нашли партнера в Англии, кто смог нам поставить эту программу. И помогли первоначально в приобретении оборудования и, соответственно, в закупке программы. Банк, который упоминает Наталья Кузьминишна, зовется полным именем так. Промстройбанк России, вернее, его Магитогорский филиал. Так вот, еще задолго до контактов с ним, еще до введения системы кодирования товаров, а она, напомним, начала работать в полном объеме с января года нынешнего, в Нювермаге было 1200 акционеров, сейчас 650. Напрямую с системой это как бы и не связано. Продавцы, управленцы, рабочие, складов и баз. Сейчас необходимость применения большинства этих профессий отпала по многим причинам, главная из которых – укропнение секций в магазинах, но и система сыграла свою роль. На площадях, которые освободились, в административном корпусе и в торговых залах, решено построить кафетерии, для чего сейчас запускается в производство «Цеха по переработке и заготовке продуктов». Но главная задача торгового лидера города Металлурга Фонювермага – изучение покупательского спроса. И тут эффективность системы кодирования товара просто огромна. Наверное, это очень сложно из вчерашнего дня прыгнуть сразу в завтрашний, так? Да, очень сложно. Если раньше мы в этой системе расчетов с покупателями, учета могли видеть по телевидению или бывая за границей, то сейчас мы сами смогли преодолеть эту огромную-огромную работу. Мы перешли на автоматизированную систему. Обслуживание покупателей намного ускорилось по сравнению с предыдущей системой. Это безусловно. Отсюда, образно говоря, из-за прилавка, информация с анализом покупательского спроса уже к вечеру поступает в центральный офис универмага, где она обрабатывается, суммируется, напомним, в системе 8 крупных магазинов, и на складах и базах высвечивается заказ на товар, который с 10 утра дня следующего начинает поступать в торговые залы. Это все сегодня. А вот завтра ваши конкуренты приобретают отделы разведки, контрразведки, начинают включать компьютерный вирус. Вы к этому готовы? В принципе, готовы. Но сегодня, по-моему, не нужно никакой контрразведки. Но, наверное, российский человек так устроен, что он, в общем-то, всегда обо всем все расскажет. Андрей Александрович, рассказывайте, что за компьютер, какие секреты, какие преимущества. Здесь находится основной главный компьютер, сервер. В офисе у нас 12 компьютеров, рабочих мест. У каждого товароведа свой компьютер. За этим компьютером он выполняет свою работу и может посмотреть все сведения, которые его интересуют по магазинам и по базе. То есть узнать остатки, продажи и всю информацию, которая его интересует. И товароведы, которые работают в центральном офисе, каждый день эту информацию анализируют. Они знают объемы продаж за предыдущий день, за месяц, за полгода. То есть любые сведения. Сегодня в этой секции каждый товар имеет штрихот. И, соответственно, при покупке товара... Перышко, дайте. Кассир просто считывает и, соответственно, эта информация... А что это такое? Это кашпо. По цвету, да? Да. И кассир считал все. И, разумеется, эта информация в компьютере находится об этом товаре. И все. Вам то удобно? Удобно, да. Быстро обслужим покупателей. И действительно, каждый вид товара в универмаге, от шариковой ручки до ковра, а всего наименование около 30 тысяч, имеет сегодня свое кодовое обозначение. Это позволило настолько увеличить его движение, что больше двух дней на базах один и тот же вид товара вы не увидите. Мы начали этот материал с показа полупустых полок базы. Закончим его также на их фоне, но мыслью, которую заимствовали у западных менеджеров. Склады, забитые товаром, это похороны денег. Сегодня, когда исчезли такие понятия, как дефицит, заначка, подприлавочная яма, это поняли все, кто работает в сфере торговли. Но раньше всех на магнитке это поняли в универмаге. Сегодня, по сути дела, контролируется каждая вложенная тысяча рублей. То есть каждое утро и в магазинах, и в целом по универмагу я знаю, сколько сегодня продали, сколько мы получили прибыли, начиная от флакона духов и кончая пачкой стирального порошка. Сегодня, когда деньги очень дорогие, именно те, что деньги берутся, кредиты, и вообще очень важна оборачиваемость товара. Без учета и знания, как этот товар продается, за какой срок, ну просто невозможно. Уже общество наше вступило на новую ступень. Нельзя сегодня, ведь сегодня можно обойти счетами, тем же арифмометром. Ну по логике, ну что посчитать покупателю, дать сдачу. На счетах посчитал и выдал. Ну эта система позволяет просто перейти на более высокий технологический уровень. Вот, совершенно иное. Конечно, очень сложно, кто является постоянным покупателем наших магазинов, он, наверное, заметил, что за 4 месяца у нас масса перестановок отдела. Где-то скапливаются очереди, где-то у нас техника выходит из строя, но это внедрение. Возможно, покупатель, она не настолько важна и не так ее видно, но для нас она поднимает просто работу на более высокий уровень. Я думаю, что и товароведы у нас, и товароведы магазинов, и менеджеры управления вот сегодня работают уже на несколько ином уровне, чем работают остальные. Я и хочу вернуть вас к тому, с чего начал. Весь цивилизованный мир живет по принципу «деньги, товар, деньги». Деньги-то вы получили, заработали прибыль. Мы думаем, что мы получим. Пока, конечно, нет. Внедрение – это очень тяжелый процесс, дорогостоящий.